Съездили отлично, конечно, концерт был грандиозный. Два дня подряд мы пожалели, что не взяли билеты на второй день, потому что в 14-м мы все равно были там, мы вылетели только 15-го назад. Продолжение следует... Но зато 14-го я сходила в музей на выставку Димаша. Это тоже вы, наверное, видели. Это было в Лондоне в 19-м году. Вот нам дерз подсказан. Это было в этом году. Это был новый клик, где он там еще вампиры забыл. А это был в 17-м год. Это в Китае? Это он в Китае один раз выступил. Да. Вы вели прямые эфиры. Также вы делали репортажи с иностранцами. Как они вообще с удовольствием отвечают на ваши вопросы? Иностранцы и молодежь именно, они легко соглашались отдавать интервью. Вначале связь была хорошая. Я выходила прямо в прямой эфир в Инстаграме. Потом связь там, кстати, не блокировали. Просто, когда вы понимаете, там 30 тысяч человек, даже больше, они все одновременно подключились. Видимо, какой-то был сбой. И какое-то время, где-то полчаса, не было связи. Интернета не было. Но потом я смотрю, я когда проходила вокруг сцены, я смотрю, у кого-то стоит прямой эфир. Я думаю, да, я тоже подключусь. Итак, я стала подключаться к прямому эфиру. Конечно, у меня были репортажи короткие. Я снимала по одной песне и делала перерывы. И для нашей, я имею в виду, генерации. Я думаю, да, сегодня мы будем проводить время. И мы просто будем проводить весы. Когда вы брали репортаж у людей, они с удовольствием отвечали на ваши вопросы. Как они познакомились с Димашем, с его творчеством? Какая песня является любимой песней? Почему они сюда приехали на концерт? Вы спрашивали. Как они отвечали вам? Они с большим энтузиазмом об этом говорили? Да, конечно. Люди, они были очень откровенны. Они были очень эмоциональны. Они были рады. Там даже вот я которых выкладывала. Тут же они делали репосты. И своим знакомым отправляли. И всем хотелось особенно, когда я говорила, кстати, вы, говорю, будете в эфире Димаша Сан-Франциско вот на этом канале. И вы будете, говорю, в Америке вас будут показывать. И люди с удовольствием соглашались. Конечно, они давали интервью, вы это видели. И многие, я что заметила, в основном люди узнали о Димаше от Славянского базара с 15-го года. Потому что сама я к своему стыду, я о Димаше узнала только в 19-м году. И люди с удовольствием, да, отвечали. Они тут же делали репосты, мы тут же обменивались телефонами. Поэтому я не смогла прям так много взять интервью у людей. Потому что с одним человеком я где-то на полчаса мы задерживались, пока вот обменивались данными. Димаше от Славянского базара с 15-го года. Димаше от Славянского базара с 15-го года. В основном вот в этой почему-то фан-зоне было много именно наших соотечественных казахов. Только вот от того иностранца я нашла, на тот момент потом уже концерт начался. И естественно, мы даже с вами один раз нам удалось выйти на прямой эфир, но мы не успели с вами поговорить, заиграла музыка, было уже не слышно. Да, мы видели, что один из иностранцев приехал из Великобритании. Расскажите, пожалуйста, почему он такой дальний путь проделал? Он что, является фанатом Димаша Кудайбергена? Да, он фанат Димаша, и он говорит, что он дома даже тренируется и поет песни. Его любимая песня, кстати, он сказал «Махабадбер Маганхахдар», там я спела одну строчку ему. Так что я могу видеть его песни в передо мной. Я люблю его песни, я думаю, что он фантастический песня. И он имеет такой отличный голос, очень особенный и уникальный голос. Потому что он может песни на так высокий путь, и он может песни на очень низкий путь. И он имеет богатый голос, поэтому я очень рада, что он здесь. Спасибо большое. Спасибо большое. Кобра Ахмед. Кобра Ахмед. Какая ваша любимая песня Димаша? Одна — СОС, одна — Казахстан. Дайди дал. Махабадбер Маганхахдар. Потому что я люблю песни, поэтому я песню, я практикую песни. Для меня это очень особое. Но это очень сложно песни, потому что его голос очень, очень, очень плечен. Ты знаешь, что ты можешь песни? Махабадбер Маганхахдар. Махабадбер Маганхахдар. Спасибо большое. Махабадбер Маганхах! Махабадбер Маганхахдар. Очень доброжай. Вообще атмосфера была, как будто собрались много друзей или даже родственников на одном большом той, как у нас тут, например, в Чингенде той. 10 человек, это считается маленькой свадьбой, потому что у нас всегда народу обычно больше, особенно на юге, у нас семьи очень большие, куда такой, поэтому у нас и была такая атмосфера, как будто собралась одна большая, дружная семья, и причем даже языковой бургер не был проблемой, вы видели молодых ребят, которые тоже один дал интервью на английском, другой на русском, другой на казахском, и в общем-то людей было очень много, очень радует, что было много именно молодых людей, помимо, конечно, там были люди разных возрастов, и потом было очень много волонтеров, я это видела, конечно, волонтеры, они все молодые, и все подпевали, там даже не нужно было самой надрываться, Да, там вокруг столько пели людей, и даже во время пения, во время концерта, я так вот разворачивала камеру не только на сцену, но и на аудиторию, и вы видели, насколько был огромный сам стадион, стадион, оказывается, был крытым, там было очень жарко, мы там в майках все были, хотя пришли в куртках, но мы там уже разделися все. Казахстан. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok